7 июля в Новоспадском районе собрались все участники экспедиции 14 вершин ПФО, организованной Ульяновским областным отделением Русского географического общества. За 11 дней до этого они разъехались в разные регионы нашего федерального округа, и их последней целью была Зимина гора — высочайшая точка Ульяновской области. Перед тем, как забраться на ее вершину, участники экспедиции прошли небольшой пеший маршрут до ее подножья, успев за это время поделиться впечатлениями. Ведь рассказать друг другу было о чем. Например, в Татарстане пришлось сбираться не на одну, а на две горы. На Чатыртау, который считается высочайшей официально, и на гору Кочевников, которая выше официальной на 40 метров. А труднее всего было добраться до Тулымского камня, высочайшей горы Пермского края. Естественно, не обошлось без форс-мажоров. У кого-то ломались машины, кому-то добавило впечатление непогода. Но, как говорят и организаторы, и участники экспедиции, в этом нет ничего страшного. Ну, если все вершины покорены, а все дети живы и здоровы, все вернулись домой, и все это было сделано за 11 дней, тех самых 11 дней, которые планировали, значит, все удалось. Подняться на 14 гор и холмов без ссадины и без легких приключений просто невозможно. Это вам любой турист скажет. Высота гор и холмов, на которые довелось забраться юным ульяновским путешественникам, была самой разной. Самой высокой из них был Большой Еремель, возвышающийся на уровне моря более чем на полтора километра. Но все же большинство вершин были заметно меньше. Так что 353-метровая ульяновская зимина гора на этом фоне смотрелась как добротный середнячок. А некоторые из высших точек, как, например, Пентинская твердыня духа, по сравнению с ней, вообще смотрелась как объект для разминки. Натренировавшись на других вершинах, 40 участников экспедиции взобрались на зимину гору меньше, чем за полчаса. Все, сама поездка, она особенная, у нее своя атмосфера какая-то, потому что я всегда мечтала именно о таком, чтобы в хорошей компании путешествовать. Ну, немного грустно, хотелось бы еще подольше, на самом деле. Но, ну, это все, да. Результатами экспедиции 14 вершин ПФО стали не только богатые впечатления и участников, но и достижения вполне конкретных научных целей. Ведь она носила вовсе не развлекательный, а поисковый и исследовательский характер. Во-первых, мы имеем теперь возможность нанести на карту Приволжского федерального округа точные GPS-координаты каждой из 14 вершин, чего никогда не было. Во-вторых, описать сложности, легкость подходов, как добраться до них, дать практические советы тем, кто хотел бы повторить этот маршрут, либо все только в своем регионе, либо во всех регионах Приволжского федерального округа. Экспедиция 14 вершин ПФО только завершилась, а у регионального отделения РГО уже есть новые планы. Так, ульяновские географы планируют установить географические координаты всех крайних точек Ульяновской области, отметив их памятными знаками. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Управда ТВ.